Я всех приветствую. Сегодня я бы хотел рассмотреть записи старых игр и обсудить их. Давайте посмотрим первую запись. Ну чё, а реансигнет чё ли делать? О боже. Нет. Ради Ваномода. Вы чё? Сейчас ему спрашиваю. Он вертолёт укрупил. Интересно то, что в прошлой игре мы проиграли из-за того, что Ванон не смог справиться с управлением вертолёта. Тогда сказалась плохая работа второго пилота или штурмана. Он смотрел то на карту, то на дорогу. И в итоге мы уже летели в дерево. Ничего не могли с этим поделать. Ой боже мой, так не соберёмся никогда. Что разве у Марксмана СВД что ли? Так ладно, ожидаем пока. Нет, смотри, Паладин Марксман, у него СДР Драгунов. Паладин снайпер. Я такой же Марксман, но у меня АК-47 ПСО. Странно. Почему так? Ой. У тебя есть претензии? Не знаю, наверное он... Все претензии к Зиме. Блатное для Паладина место. Значит у нас два снайпера будет, тем лучше. Так, ладно, Зима сказал, ладно, так лучше подберём Ванон и призрак случайно вышел. Я призраку сказал, если ещё раз случайно вышел, тогда... Всё, давайте, давайте скорее сделаем. Ре-ассайн, давайте, товарищи. А то, блин, вот, Балашов чё скажет, пришёл, скажет, бардак какой-то у них, блин. В смысле, я сам на пять минут опоздал, надеюсь. Да нет, просто я к тому, что, блин, как ты это... Да нормально. Новые люди приходят, вроде бы тут рекламу, типа у нас тут серьёзно всё, блин, а на деле... Так серьёзно, не завидишь, что игра уже... Паладин свой слот занимают. Ну, в смысле, там, дебильная система подключения, даже во время брифинга нельзя подключаться. Ну да. Ну вот, Паладин и Иван, он... Или, подожди, а чё к нам-то перешли? Так, Паладин и я, так, куда я? Да, вот скажи этому Ивану, чтобы сделал мод, значит, чтобы можно было подключаться. Он обещался. Так это другая игра будет тогда уже, там же сетевой движок переписывать. Так, ну чё, я встал на выборный слот, потому что Марксмана заняли. А кто? Смотри, чё вообще зашёл за нас, он не за нас был. Марксман, давай третий Паладин. Кстати, у тебя СВД. Так, каналы стороны, главное, маркеры ставить. Распределяем, да, 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 сразу поставь. Так, распределяемся, значит, Е, куда? Значит, смотри, Ларш, Сант-Луис и Латринит. Где они стартуют? По-моему, в районе между Сант-Луисом и Ларшем, где-то там посередине, насколько мне память не изменяет. Они стартуют. Или в Сант-Луисе, но где-то, где-то вот на севере. Нет, нет, мы, мы. Они где-то в районе орудий стартуют. Они выбирают точку. Хорошо, понятно. Так, значит, зона у нас около Ларша. Таким образом, мы должны будем... Давайте перевезём это в Латринит на окраину. Да, я вспомнил, Спаркл. Они на вертушках же летят. У них же ещё камеры, не помнишь? А, точно, да. Они со стороны Ларша обычно подлетали. Ага, давайте Латринит тогда на самую окраину, наверное, или в центр, или не в центр, а вот между домами где-нибудь, где они не будут искать. Так, подожди, секунду, секунду, секунду. Да, вот автор, можно тебе маленькую поправочку, если на то пошло, если не против? Пока нельзя, у меня сейчас такое дело. Подожди, пока. Подставку хотел сделать. Ну, а, ну давай. Короче, давай так. Так, я Марксман, ещё кто-нибудь со мной с оптикой, пара человек, хватаем этот скат и угоняем туда, будем его охранять. Не, Марксман, нет, нет, с оптикой я хотел поставить вас, знаешь, куда? Вот сюда. Вот сюда хотел поставить оптику. Это поставил здесь, да? Оптику, подожди, нет, оптику в лес хотел. В лес поставить и смотреть на Латринит. А вот, в лес это будет, наверное, выгодно. Я не знаю, там гора или что там, там есть горы вообще или нет? Тут по карте какая-то ровная место. Либо, смотри, либо оптика, либо маркер оптика. Марк оптика. Либо маркер оптика 1. То есть, либо сюда, либо туда, потому что на оптике 1 есть гора, 207-я высота. На оптике лес. Я не знаю, как хорошо будет. Я бы сел на внутреннюю сторону лучше, где 1 оптика, потому что у меня тоже будет рассматривать дорогу лучше. Хорошо маркер оптика, тогда маркер оптика идёте. А кто у нас, я знаю, Балашов, не нажимай, готов пока. Так, дальше, я потому что уже нажал. Дальше. Вот, ставим сюда, тогда этот, где здесь маркер у нас. Туда скат. Оптика идёт на маркер оптика. А дальше, смотри. Так, двух, наверное, человек, или побольше. Там есть техника, нет? У нас гражданские машины только есть. И жип с пулемётом. И гражданские машины в городе. И Урал. Ну и по городам гражданские, да. Разброс. Так. Спаркл, может быть так всё-таки мы на Аскаде доедем, поставим и быстренько пёхом пробежим в этот лес? Да, давайте, так. Тогда смотри, нужно кого-то в район Ларша выставить. Мне нужно прикрытие тогда, не оптика, или оптика вторая? Да. Оптику кто там на маркер? Автоматчик бы дал бы нам для прикрытия. У снайперов обычно должно быть, это, сам понимаешь, ближний бой с оптикой хреновато. Ну, у меня автомат Клашникова. Как предложение. Так, ладно. В район Ларша надо кого-то поставить, нас с джипом, с пулемётом, кого-то ставьте. А также, кого мы ставим, кто у нас магёт? Собра. У него же самого пулемёт. Зачем у него джип? Нет, Собра просто ставим в район Ларша. На всякий случай, Макарский, жми, бич, жми. Хотя пар, человек, нажмите, готов. Вот, в район Ларша, в общем, выдвигаются пулемётчики и джип с пулемётом. Оптику прикрываем, получается, я и остальные. А эти, которые пулемётчики, джип с пулемётом. Желательно вам либо туда-сюда ездить, либо не... Так, сейчас разберёмся. Паладин. Блин, у нас брифинг уже поджимает. Да я понимаю. У нас как было на прошлый раз? У нас этот джип с пулемётом сильно палился, нет? Я не помню, если честно. Всё, начнём. Может, начнём там по ходу, если чё? Ладно, по ходу, если чё, хорошо. Медику куда идти, товарищи? Медик будет в лотрините с обороняющими скат. Ну всё, значит, берём скат. Одна из распространённых проблем таких игр, это плохая организованность. Пока все подключаются и обсуждают план, проходит уже 10 минут. Но в таких играх приходится с этим смириться, так как это очень большая редкость. Так, тяжёлые, которые там пулемётчики и джип с пулемётом едут в ларш. И стараются не палить сильно. Если что, открывать огонь тогда. Ну и связь, соответственно. Так, поплыли. Так, ну чё, мы в сам скат вдвоём, остальные кто с нами? В скат вдвоём, марксмены. Кто будет в лотрините острова, соберите скат. А мы на уазике за вами. Мы высадимся, это... Высадитесь нас около точки. Мы уйдём в лес. А вы там дальше. Кто идёт в этот в лотринит на группу прикрытия, хорошо? Так, кто будет водителем у ската, парни? Довольно неплохое начало игры. Командир сразу же дал примерный план действий. И мы приступили к исполнению. Марксмен. Ой, или нет. Стой. Подожди, кто бегает? Так, ну мы выехали. Я сижу в скате, если чё, парни. Чё, парни. Кто там бегает? Садись в скат и визи в лотринит его. Ставь на метку. Ставь на метку. Так, Матанский, ты со мной в УАЗе? Одну минуту. Так, кто в УАЗе? Так, кто в дерево едет? Кто в УАЗе? Так, пожалуйста, напишите в чате, кто в УАЗе. А кто ещё? Так, на карту он смотрел. Я в УАЗе с Макарским, а кто ещё с нами? По-моему, мы не туда едем. Мы не туда едем. Короче, непонятно. Мы едем не туда. Спаркл, а ты с нами, что ли, офицер? Да. Еду же. Да-да-да. Так, за рулём кто у нас? Кто за рулём? Макарский, потом, скажем, после Игоря, как лицо пони сделать. Какой пони? Человеку интересно сделать лицо пони. Почему бы ему не помочь? Всё нормально. Так, скат, вы где там? Чё происходит? Подтормаживание было лёгкое такое. Чё вы со скатом творите, боже мой? А главное не ошибиться, нам вовремя вылезти. Они скоро подлетят уже. Скат кто, а водитель? Поключайте свой микрофон. Поключайте свой микрофон. Так, подъезжаем в город. Фидоренко за рулём скатом. Понятно. Так, а куда мы-то, я не пойму, едем. Ставь точно на маркер. На 2-й пол-снайпер. Ставь точно на маркер. Скат, на маркер. Точно, прям. А нам куда? Нам на оптику ехать. Нам на... Так, подожди, в городе высаду. Подожди, кто у нас пулемётчик? У нас пулемётчики, что ли, в УАЗе? А сейчас произошло некоторое недопонимание среди членов команды. Я не до конца понял, куда нужно вести отряд. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Или где? Группа прикрытия, типа. Нет, у нас должны быть пулемётчики. А пулемётчик 5-й кто? Так, ну чё, выходим, что ли? Что с машиной делать? УАЗ угнать. Так, УАЗик, ну чтобы не палиться, да, лучше путёмся. Старков, а ты же не с нами останешься, ты увидишь? Нет, я с вами тут буду. А куда мне деваться, блин? Пулемётчики просрали, они... Ну я её покажу уже куда-нибудь. Пулемётчиком, блин, быть на этом. Так, хаммер вижу, хаммер вижу. Понятно. Ждём, 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 ждём. Мне открывать огонь, тихо, тихо, тихо. Так, уходит, уходит. Тихо, уходит, всё, ждём. А скат, прячься. Блин, они, наверное, разве... Подожди, скат, вас видели, хаммер, или нет? У вас был прямой, видимо, этот самый, контакт с хаммером. Видели? Вас видели, или нет? Всё, ставьте, прячьте, как и было указано. Можете о чем сказать. Направление восток, юго-восток он ушёл, хаммер. Запад, 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 паладин, неправильно. Погоди, а, чёрт, точно. Так, скат, доложите, как подъедете. Уже на месте, там густы поставили, правда, Гидаренко немножко их помял, так что с юга нас прекрасно видно. Не знаю, с востока не очень, а вот с юга точно нормально так видно. Ну, пока залегли, я за кустами залёг, смотрю. Так, оптика, вы не туда пришли? Похоже, я тоже так понял. Ладно, оптика пешком, наверное, тогда добирайтесь до точки, она находится от нашей позиции на 60. Но там то же самое, там нет никакой горы, ничего. Принято на 60. Можно знать... А, погоди, оптика, оптика, приём. Слушай, я слышу звук тракторов, что ли, или маленькой легковушки какой-то. Так, оставайтесь там, у нас легковушка есть. Так, оптика, на 207-ю тогда выдвигайтесь, получается, там гора. Направление сможешь уточнить? Направление юг. Юг-лосок? Юг-юг. С юга вы сможете хорошо наблюдать скат, если кто-то к нему подойдёт, потому что кустов нет, но там нет прикрытия, понятно? Всё понял. Здорово, я остаюсь тут тогда. Так, выдвигаемся. Макарский? Так, у них задача уничтожить скат. Не указано пластидом или нет? Любым способом. Любым способом. Они могут использовать гранатомёты. Да нет, гранатомёт по-моему убранный, здесь нет гранатомётов, только непосредственно подойти к скату надо. Гранатами, видимо, закидать. Либо гранат, либо пластид. Так, где наш УАЗик-то? УАЗик свалил? Так, Макарский, ты не остаёшь? УАЗик. УАЗик, колесу. Так, не отставайте там, на 207-ю. В высоту. А, да, да. Камер едет. Опа! Так, залягте. Если подъедет вплотную, открывайте. Чёрт! Погнали меня просечь. Ты за... Виталенко, ты меня слышишь? Блин! Я прозевал. Нас спалили. Нас ещё не спалили, спокойно. Ну их двое, молодцы, хоть замочили. Так, мы его грохнули или нет? Кто там был в Хаммере? Так, ладно, подсказывать нельзя, выхожу из этого. Брифинг. Кто убитый, выходите в канал для брифинга. Кто пятый? Витч? Эту игру мы проиграли. Здесь, сказалось, плохая оценка противника, а также очень плохие позиции. Всем пока. Весь наш отряд убил один человек. Я занял плохую позицию, и когда я начал строять, меня быстро обнаружили по трассерам. А там уже обнаружили остальных людей, которые были со мной. В следующий раз мы рассмотрим игру на той же карте, но за другую сторону. Ну, всем пока.